Добрый день, уважаемые коллеги, это обзор инкомпании Тик Минус, с вами я, Артур Ильзатубин. Отчет по розничным продажам США за декабрь, бывший в четверг вчера, показал, что декабрьский сезон шоппинга оправдал себя, и признаки слабости в потребительских расходах отсутствуют в конце прошлого года. Широкий показатель вырос на 0,3%, однако, исключая волатильные продажи пломбиви и топлива, розничные продажи выросли на 0,5%, что было выше ожиданий на 0,3%. Позитивные ожидания, связанные с деэскалацией торговой войны, развернули тренд в экспортных ценах США, соответствующий индекс вырос на 0,7% в декабре, по сравнению с тем же периодом в 2018 году, при этом в ноябре данный показатель по сравнению с тем же периодом в 2018 году снизился на 0,3%. Здесь можно видеть, как экспортные цены пострадали от торговой войны за счет снижения экспортных заказов. Индекс делал климата Федерального зернобанка Филадельфии, этот орган рассчитывает данный индекс, подскочил в январе до 17 пунктов, при ожидании в 3,6 пунктов. Я напомню, что данный индекс рассчитывается по данным трех американских штатов, то есть Федеральный зернобанк Филадельфии попрашивает менеджеров по производственному сектору в трех штатах, и так как этот индекс охватывает предприятие производственного сектора, его вот такой значительный рост может дать о том, что торговая война уже начинает влиять на ожидания, что соответственно отражается в отзывах менеджеров предприятий на производственных компаниях. Обновленные цифры Министерства торговли, однако, показали, что в предыдущие три месяца розничные продажи без учета продаж легковых автомобилей и топливы снижались три месяца подряд. Данные по китайской экономике показали сегодня, что темпы роста ВОПР в четвертом квартале замедлились до нижней границы целевого запаса на правительство в 2019 году и составили 6%, инвестиции в основной капитал выросли на 5,4%, промышленное производство на 6,9%, предназначительно превзойдя на ожиданиях 5,9%. Розничные продажи также выросли, что характеризует возвращение китайского покупателя. С новой силой перед ВОНом на Умаром они увеличили свою активность. Стоит, однако, отметить, что по безработице дело не так уж хорошо, она выросла на целых 0,1%, в сравнении с предыдущим периодом и заставила 5,2%. Данные по европейской экономике вышли сегодня, вышли минус потребительской инфляции в декабре, показал, что инфляция выросла на 1,3% в соответствии с ожиданиями. В предыдущем периоде она составляла 1% и отражала замедление немецкой экономики, которая едва не ощутилась в третьем квартале в объятиях рецессии, также отражала инфляция, снижение экспортных заказов и время торгового конфликта между США и Китаем. Стоит также отметить, что ожидаемый рост экономической активности в первом квартале в еврозоне, скорее всего, будет иметь временный эффект, так как экспортные предприятия, в частности немецкий автопром, который занимает значительную долю в европейской промышленности, столкнется, должен столкнуться, по крайней мере, с переориентацией китайского спроса на американскую продукцию, что следует из деталей торгового соглашения, опубликованного после церемонии подписания. Вчера также это подтверждается тем, что Николя Шепиуа, это представитель ЕС в Китае, заявил, что он посмотрел детали торгового соглашения, посмотрел эти конкретные цифры, и они могут, по его мнению, возможно, по мнению чиновников ЕС, они могут вызвать искажения в торговле. Это говорит о том, что европейские чиновники ожидают, что китайский спрос переориентируется на США. Естественно, это произойдет за счет европейских компаний. Тем не менее, говоря о более прикладных фактах, касающихся судьбы евро, можно отметить важный комментарий в протоколе заседания ЕЦБ за декабрь, опубликованного вчера, его суть такова, то есть этого комментария, что чиновники весьма беспокоены, то есть растет их даже, можно сказать, растет их обеспокоенность побочными эффектами отрицательных ставок именно на демохозяйство, скорее всего, на сберегающую часть населения. Естественно, низкие ставки демотивируют сбережения, это в долгосроке, конечно, вливается большей проблемой, чем выгода, немедленная выгода краткосрочная, которую получает экономика за счет расширения денежного предложения, за счет усилий ЕЦБ. Это говорит о том, что несмотря на необходимость кредитного стимулирования экономики, все-таки политика постепенно будет приобретать неизбежный, я бы так сказал, уклон на нормализацию кредитных условий, и комментарии в протоколе предлагают рынкам начать обращать на это внимание в думы с обыдом. И как бы сформировать свои ожидания по поводу будущих заявлений политики соответствующим образом. На следующий день у нас ожидается заседание ЕЦБ, и, естественно, следует ожидать, что с учетом вот этого комментария, чиновники, возможно, станут готовиться в рынке к корректировке политики, к большему упоминанию о том, что есть побочные эффекты, и количество освещений не имеет своей границы, оно не может продолжаться бесконечно, исходя из этого нужно формировать свою стратегию в торговле по евро, и, вероятно, стоит додуматься о покупках евро, так как ЕЦБ, скорее всего, должен дать понять рынкам о том, что он нащупал предел, нижнюю границу в количественном смягчении. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, вы увидите сами в понедельник. Продолжение следует...